А может быть какие-то враги сидят за границей, которые специально всё это организуют. Вот и всё. Слушайте, ну вот ей-богу, не могу уже без смеха читать пропагандистские новости, хотя правильнее будет сказать тот бред, что Хэллоуин несут в массы. Короче, в России снова наблюдается экономический рост на подъёме. И мы, господа, оказывается, по итогам трёх кварталов 2020 года, ух ты, а ничего, что нефть и газ рухнули в цене более чем на две трети. Что объём добычи углеводородов из-за кризиса на мировом рынке пришлось сократить почти на 60%. То есть раньше мы добывали вот столько, а теперь вот столько и продаём вот за столько. Но экономика при этом, конечно, выросла. Ага, а ничего, что почти полгода, почти вся страна не работала, спасибо пандемии коронавируса. По домам люди сидели несколько месяцев, ничего не делая, ничего не производилось в этот период. Мы ни с кем не торговали, потому что ещё и границы были закрыты. Налоги собрать не с чего, дырище в бюджете ожидается, зато экономика. По пропагандистам всё равно растёт, объясните мне тупому как. За счёт чего, хорошо, давайте на пальцах. Вот как бы ты смог в августе-сентябре собрать небывалый урожай яблок у себя на даче, если у тебя там нет яблони. Ты её не посадил, на этом месте из земли крапива торчала всё лето, а ты яблок насобирал целый грузовик по осени. Серьёзно. Так вот и в случае с нашей экономикой в текущем году примерно то же самое случилось. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Знаете, есть такой бородатый анекдот, он прям жизненный, прям про нас. Изя, ты где взял деньги в тумбочке? А кто их туда положил? Ну, Циля. А Циля где деньги взял? А я ей дал. Блин, а у тебя-то тогда они откуда? Ну, я же говорил, из тумбочки достал. Видимо, по этому шаблону пропагандисты и пишут свои бредни об успехах России на любом поприще. Печально, но народ на это ведётся. Начинаем! Ну и в продолжение, а ещё пропагандисты вместе с какими-то там экспертами составили рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами. И вот сейчас держитесь за что-нибудь, тройку возглавляют. Москва, Южно-Сахалинский, Салихард. Как думаете, сколько там люди зарабатывают? 100 тысяч, друзья, в среднем. В среднем, то есть в 30% случаев цифры будут ещё выше. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу всё в деталях. Как сообщает РИА Новости, по результатам исследования, первое место в рейтинге заняла Москва, где средняя зарплата в первом полугодии составила 97 тысяч рублей, отмечается в сообщении. Второе место досталось Южно-Сахалинску. Вот согласитесь, по этой девушке сразу ведь видно, что её зарплата даже чуть выше средней московской. 90 тыр, да, она сказала, в столице сегодня. У неё подозревают 1110-120, ну разумеется. Именно поэтому в кадре мадам выглядит как челночница с черкизоны из 90-х. В китайской джинсовой рубашке за полторы штуки. С дешёвым мейкапом, который, подозреваю, сама себе делала при помощи непонятной китайской косметики. Боюсь даже представить, что там ниже, в смысле за кадром. Мамина юбка, прощай молодости, папины школьные кеды, нет? Ладно. А вот теперь серьёзно предлагаю посмотреть на данное враньё. И чтобы не быть голословным, я не стану изобретать велосипед и пугать вас излюбленным приёмом пропагандистов. Мы, мол, с некими специалистами изучили вопрос, я просто зашёл на HeadHunter. Вакансии дня в Москве, пожалуйста. Ну сами-то видите, что предлагаются искателям. В среднем где-то полтинник. Там, где цифры чуть выше и написано от стальки-то. Ребят, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что такие зарплаты можно назвать условными. Потому что в 99% случаев речь идёт о специалистах, сидящих на проценте. Теоретически, да, такие специалисты могут зарабатывать и 100 тысяч и больше. Но это только теоретически. Теоретически, знаете, я могу у себя в огороде нефтяную скважину найти. А выклад, например. Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан. Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Хотя с другой стороны, ну а чё? Ване о коррупции рассказывать. Об экологической катастрофе на Камчатке. О том, что законы в России как не работали, так и не работают. Даже после того, как всем нам поллета свистели. Будто после принятия поправок в Конституцию. Всё кардинально изменится. Врали, врём и будем врать. Вот девиз нынешних чиновников и их прихлебателей. Так что держите карман шире. Это реальная журналистика. Поехали. К слову, о коррупции, лжи и неспособности. А скорее даже о нежелании властимущих противостоять тотальному воровству. Наткнулся тут на одного начинающего блогера. Он как раз данную тему поднял в своём крайнем ролике. Зовут парня Семён Драконов. Чем он зацепил именно меня? А этот чувак тоже предпочитает рассказывать о сложных вещах очень доступным языком, по-простому или на пальцах, как я люблю говорить. Посмотрите его новое видео «Устройство коррупционной вертикали». Сами всё поймёте. Предположим, что в стране С правит президент П. Он не хочет просто исполнять свои должностные обязанности и максимум через два срока выступить кресло другому. Всё это время живя на одну зарплату. Ведь какая бы большая ни была зарплата у главы государства, в бюджете денег всяко больше. Я думаю, это даже махрому ура-патриоту можно показать. Даже такой врубец о чём, говорит Капитал Очевидность. Глядишь, прозревать человек начнёт. Кстати, да, канал так и называется «Капитал Очевидность». Ссылку оставлю внизу. Зайдите, полюбопытствуйте. Продолжаем. А новоиспечённый губернатор Камчатского края Солодов объявил о том, что власти сегодня рассматривают три возможные причины ЧП в Тихом океане. Первая, ну это действительно деятельность человека. Возможно, отрапортовал чиновник, кто-то действительно разлил токсичные вещества. Случайно или намеренно. Пока непонятно. Хотя, возможно. Сама природа свинью-то нам подложила. Это уже вторая версия. Вредоносные водоросли штормом к берегу прибило. Вследствие чего нарушилась экосистема. Ну и третье предложение. Во всём виноваты. Как думаете, кто? Вулканы. Но никто же не знает толком, что там с этими вулканами происходит. Почему они извергаются? Браво. Хотя, вы знаете, я бы в данном случае посоветовал нашим властям не отступать от уже наметившихся трендов. У меня тоже есть версия. Морские обитатели сами себя отравили. Ну да, как Навальный. Я мыслю так. Японцы или там американцы вживили морским ежам. И осьминогам некие чипы. Затем с помощью искусственного интеллекта заставили чипированных животных приплыть к нашим берегам. А после совершить акт массового самоуничтожения. Разумеется. Целью спецоперации было бросить тень на Великую Россию. Поставить нас в неудобное положение перед всем миром. И ругать потом. По-моему, версия ВО. А может быть какие-то враги сидят за границей. Которые специально всё это организуют. Вот и всё. А теперь как раз о врагах. Предлагаю. Для начала хочу задать вам вопрос. Вы когда-нибудь слышали такую фамилию Кобылкин? Нет? А это, друзья, министр природных ресурсов и экологии. На минуточку. То есть чиновник. Основной задачей которого является забота об окружающей среде. А вот теперь предлагаю немножечко изучить биографию этого министра. И вам сразу всё станет понятно. Наверное, вы думаете, что по образованию мужчина и кулак? Нет. По образованию мужчина нефтяник. Родился, кстати, тоже в семье нефтяников. Может быть он хотя бы активист Гринписа. Или выходец из партии зелёных. Тоже нет. В принципе никогда не состоял в Гринписе. Партия, которую представляет Единая Россия. А чем же министр занимался прежде, чем занять свою должность? Я вам отвечу. Геолога разведкой нефтегазовых месторождений, нефтехимическими производствами. Затем в чинуши подался. Кстати. А давайте почитаем биографию его предшественника Донского. Там ситуация ещё хлеще. Это даже не нефтяник. Вернее, не совсем нефтяник. В определённых кругах про таких спецов говорят барыга. В нашем случае нефтяной. Далее. А что предшественник Донского труднив? Блин. Ещё один коммерсант, сколотивший состояние на нефти и газе. Почему я это? А вы понимаете, что все эти люди по жизни были врагами окружающей среды. Строили свои карьеры. Зарабатывали капиталы на том, что эту самую природу они уничтожали. А затем пошли в министры и активно бросились её защищать. Ребят. Ну не смешите мои тапочки. Как там пчёлы против мёда? Чего, блядь? А вообще, конечно, забавно. Все 20 лет существования в нашей стране Минприроды и Экологии за природу и экологию отвечают коммерсанты. Люди, для которых всё это. На протяжении всей жизни являлась в первую очередь средством наживы. Как думаете, способны ли такие люди по-настоящему эту самую природу беречь? Разумеется. Всё равно, что я своего кота сейчас посажу колбасу охранять. Или там попрошу соседа бабника, не пропустившего ни одной юбки, присмотреть за моей подвыпившей девушкой сегодня вечером. Ну это же абсурд, согласитесь. Тогда чего мы удивляемся происходящему? Например, тому, что на севере в Шиесе собрались строить огромный мусорный полигон. Или что в прошлом году пол Сибири сгорел, а тушить было экономически нецелесообразно. Наводнением на Дальнем Востоке удивляемся. Урановым хвостам, что тащат в Россию тысячами тонн. Камчатскому бедствию теперь. Конечно, во всём этом виноваты внешние враги. Я даже знаю почему. Потому что долларами собаки серые платят внутренним друзьям и патриотам, уничтожающим нашу страну за недорогом. Впрочем, это же не самое страшное, верно? Главное, что деды воевали. Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Не ленитесь оставлять лайки и комментарии. Этим вы поможете продвижению видео и попаданию его в тренды. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.